У нас следующий спикер, это представители тоже крупнейшего агентства Медиа Нация, которые очень профессионально и качественно занимаются контекстной рекламой. И мы как раз с ними познакомились в рамках проекта Google AdWords для общественного блага. И им было интересно именно поработать с НКО по Google Гранту. И сегодня у нас в гостях Марина Шахова. Радик, аплодисменты. Добрый день. И честно, мне бы хотелось немножко с вами познакомиться. Я так понимаю, что в зале присутствуют представители коммерческих организаций. Можете поднять руку? И агентство. Мне здесь еще есть. Агентство, в основном, спикеры. Меня зовут Марина Шахова из ЧОЭС. Я директор по маркетингу и один из основателей агентства Медиа Нация. Мы уже действительно немаленькие. Нам в этом году исполняется 10 лет. Буквально это будет после завтра, 22 ноября. У нас уже около 120 сотрудников и 1 миллиард рекламных бюджетов под управлением. Мы входим в топ-10 всех практически рейтингов. Мы являемся сертифицированными практически не все рекламными площадками. Май Таргет, ВКонтакте, Яндекс, Гугл. Используем К-50, Комэджик, Коу Трекер. У нас также сертифицированная партнер Дабл Клик в России. То есть рекламу мы умеем делать хорошо, много. Я уже даже вижу знакомых. У меня про вас даже есть немножко, чтобы... Немножко про наш подход. Что такое перформанс-маркетинг? Перформанс-маркетинг – это вообще такая концепция построения маркетинга, когда мы в основном следим за тем, сколько стоит целевое действие и оптимизируемся по тому, сколько целевых действий нам нужно и по какой стоимости. То есть вообще на рынке, на нашем, есть такой закон. Можно получить мало целевых действий по маленькой цене, либо много целевых действий по большой цене. И надо найти баланс, баланс, который выгодит компания. Вот нам в этом году только 10 лет, но фактически только в этом году у нас первоначальный опыт, да, начало взаимодействия с некоммерческими фондами. В начале года к нам пройдется фонд Капецка. И мы начали помогать ему разрабатывать лендинг на безвозмездной основе. Также вот у нас первый пробный шар – это гримитвиз, участие в программе «Пасека», об этом я расскажу позже. И фонд много нам, как и представители, это вот, да, 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 да. Понемногу начинают помогать готовить коммуникационную стратегию. Теперь про программу «Пасека», что мы делаем, для чего это. Программа «Пасека» – это агентство на безвозмездной основе, помогает запускать рекламные кампании Google AdWords. И к нам обратился представитель компании «Пасека» и сайт Classical Map. Это сайт, где можно посмотреть карту, где есть сортировка мусора. Сделать ее фильтрация, какой тип мусора, как это все делать. Цель нашей компании – это найти подписчиков. Кому это интересно, кому интересно пользоваться сбором мусора. Марина, извините, это сайт «Не пасеки», это «НКО». Да, «НКО Greenpeace». Сайт «Не пасеки», это сайт «НКО Greenpeace». Просто мы участвуем в программе «Пасеки». Что мы для этого сделали? Так как мы агентство, которое долго, плотно занимается контекстной рекламой, мы подошли так же, как и к любому клиенту максимально подробно, проработали семантическое ядро. Для чего, что для нас начинается работа с любым клиентом, мы берем и смотрим, какое семантическое ядро есть. Тут мы увидели, что семантическое ядро было более трех тысяч запросов. Вообще люди более тремя тысячами способов ищут, как сортировать мусор, что для этого делать. Мы посмотрели и отобрали целевые запросы, которые тут есть. Их оказалось почти 1900. Мы сделали сортировку этих запросов на пять основных блоков. То есть есть те, кто хотят сдать. Нам будет дальше рекомендация, что мусор не надо использовать, но надо использовать слово «вторстырье». Мусор несет негативную окраску. Иногда буду его употреблять. Кто-то ищет сдать, кто-то ищет, где есть приемы в торстырье, кто-то ищет утилизацию, кто-то ищет переработку. Кто-то ищет раздельный сбор мусора. Для каждого из этих блоков мы подобрали свои объявления. Это очень важно. В контекстной рекламе под каждый тип запроса делать свое объявление. Потому что от этого зависит кликабельность. От кликабельности зависит цена клика. Тем выше кликабельность, это называется у нас CTR, тем меньше цена клика. Соответственно, мы подготовили 145 объявлений на каждый блок и сегмент в блоке запросов. И в каждом объявлении, здесь есть пример про утилизацию лоб, в каждом обязательно есть призыв к действию. Это тоже очень важно в контекстной рекламе. Обязательно должен быть призыв к действию. Здесь используем слово «присоединяйтесь». То есть мы вас не просто информируем, мы вас зовем. Присоединяйтесь, будьте с нами. И вот тоже важно, мы советуем не использовать слово «мусор», так как оно воспринимается что-то негативное. Мы используем во всех рекламных кампаниях, во всех объявлениях слова «отходы» и «вторсырье». Там ссылки «мусор», потому что ищет человек «мусор», «мусор». И третий блок работы, что нужно сделать, как вообще зависит приполнить подход, это оптимизация от выполнения цели. То есть мы смотрим, как пользователь выполняет цели и дальше уже оптимизирует. То есть мы смотрим, по каким объявлениям больше в действительности кликают, начинают присоединяться к кампании и на них начинают перераспределять бюджет. У нас небольшой текущий статус в действительности. Мы сейчас ждем, чтобы Greenpeace на своей стороне установил счетчик на сайте, и мы смогли это начать делать. Потому что в данный момент у нас идет оптимизация по некой конвенциям, то есть мы там выбираем запросы, на которых большой процент отказов. То есть пользователь зашел, понял, что это не целевое и уходит. Но в действительности мы хотим прийти к системе, чтобы мы увидели тех, кто действительно присоединился, начали с этим активно работать, взаимодействовать и оптимизироваться уже непосредственно, как мы для наших коммерческих клиентов делаем, так как хотим мы для некоммерческих фондов непосредственно по целевому действию. Вот в действительности старт работы был всего месяц назад, то есть мы на стадии запуска, но у нас уже есть первые результаты. У нас достаточно высокий CTR, 17-5%. Это очень хороший CTR, то есть по рынку вообще хороший CTR считается 1%. У нас 17,5%. Это прекрасные результаты. Стоимость клика у нас сейчас 7 рублей, что тоже для нас мне кажется, что очень неплохо. Какие наши дальнейшие планы? Ну, во-первых, это, как я говорю, запустить оптимизацию от целей, подключить К-50, это система оптимизации, которая позволяет в зависимости от того, какие цели выполняются, оптимизировать прямо ставки. То есть если мы видим, что какие-то рекламные объявления дают больше регистрации, дают больше для нас конверсий, мы начинаем на них тратить больше денег. И это правильно, да, потому что потом целевое действие для нас будет стоить дешевле. И сейчас рекламная кампания у нас идет только на Москву и Московскую область. А в ближайшее время мы хотим расширить, вот когда мы уже увидим результаты, хотим расширить ее на все регионы присутствия. Там, по-моему, около 20, где этот проект работает. Небольшой у меня доклад. Ну, если вам не надо. Можно задавать кучу вопросов. Давайте. Каким образом вы фиксируете запросы? То есть это запросы в Яндекс или запросы к вам? Не понимаю, вопрос. Ну, то есть люди делают запросы? Они их ищут в Google. То есть, смотрите, мы сейчас делаем рекламу в Google. То есть вы используете, проще говоря, статистику Google? Конечно. Ну, вообще мы рекламу сейчас делаем в Google, потому что это проект Google Ads. То есть в России процент Google в районе 50%. 50% людей пользуется Яндекс, а 50% пользуется Google. Мы рекламируемся для тех, кто пользуется Google. Вот они ввели запрос, мы, они видели нашу рекламу. А, ну себе я просто. Да, просто Google AdWords, Google дает 10 тысяч долларов на продвижение НКО, а Яндекс ничего не дает. Да. Если Яндекс будет, то мы тоже будем пробовать. А вот у меня вопрос. Вот вы ощутили эти ограничения по Google Дрампу? Потому что многие их ощутили. Что вы, по сути? Нельзя рекламироваться на YouTube, еще что-то такое. Цена клика не выше 2 доллара, кому-то. Конечно. Ощутили, да. Мы стараемся по максимуму то, что можно сделать. То есть мы понимаем, конечно, что YouTube это прекрасно и было бы здорово его запустить. Но если нет возможности, стараемся сделать максимум теми возможностями, которые есть. Тем функционалам, тем инструментариям, которые есть. Отлично. Потому что это прямо краеугольный камень. Вы знаете, как у любого клиента всегда есть какие-то ограничения. У нас уже большой опыт работы, мы к этому привыкли. Просто есть вот планка, в которой мы должны работать. Ну, значит, делаем максимум того, что можно сделать. Да, Алексей. Вопросы технических характеров были интересные. У вас достаточно большой рекламный бюджет. Большой количество клиентов. Вопрос. А вопрос непосредственно системы автоматизации. У вас как-нибудь налажено или вы работаете непосредственно в исходном личном кабинете? Google, Яндекс и так далее. Нет, мы используем внешнюю систему оптимизации обычно. То есть, зависит от компании. Есть те рекламные компании, где внешние системы оптимизации не нужны. Нет, я имею в виду, допустим, ввести такое достаточно большое количество проектов достаточно тяжело. Причем вы имеете доступ, либо внутри своего личного кабинета большое количество компаний, соответственно, завязанных. Или уже у вас все-таки есть какой-то инструмент собственной разработки, который позволяет автоматизировать этот процесс? Или вы даже не задавались вопросом? Конечно, задавались, потому что наши собственные разработки легли в основу К-50. Вы знаете, какой сервис оптимизации на рынке? Нет, он лидер по системе внешней оптимизации. И это произошло... В 2014 году он отделился, стал отдельным сервисом уже. И как и все другие агентства, мы на такой же основании им пользуемся. Он в действительности позволяет именно экономить трудозапраты агентства. Но в целом давать большие результаты. Вопросом, то есть, поскольку есть большой рекламный бюджет, соответственно, да, опять же, есть большое количество заявок. И вот разработки, некий личный кабинет для клиентов с собственной интерфейсной автоматизацией, с нейронной сети, там, т.е.с. что можно... В случае, там, вот с НКО, мы этот процент просто из своих собственных средств готовы покосить, да, чтобы показать лучше эффективность. Большое спасибо. Вопросов больше нет, да? Большое спасибо. Давайте поплатируем. У нас...